692 военных разведчика удостоены звания Героев Советского Союза и Героев Российской Федерации за мужество и героизм, проявленные при выполнении заданий по обеспечению национальной безопасности страны. В Кузнецке самым ярким и уважаемым представителем этого подразделения является ветеран Великой Отечественной войны Виктор Покровский. Ежегодно 5 ноября поздравлений Виктор Николаевич принимает не только от родственников и друзей, но и от молодого поколения военных разведчиков и десантников. Александр Матюнин, представитель областного отделения Союза десантников России, служил в той же воинской дивизии, что и Виктор Покровский во время Великой Отечественной войны. Их подразделение и в наши дни принимало участие в ликвидации военных конфликтов на Северном Кавказе. Поэтому поздравление Александра Матюкина с праздником для ветерана особенно ценно. Кроме этого поздравил Виктора Николаевича и председатель Кузнецкого отделения Союза десантников России Олег Новиков. Уважаемый Виктор Николаевич, мы хотим поздравить вас с Днем военной разведки и как, скажем так, самому старому, наверное, представителю воинов-десантников в нашей области, тем более разведчику, хотим вручить вам медаль за родную добрость. А также хотим подарить вам форму нынешних десантников для того, чтобы, скажем так, ну, вы более приблизились к современному поколению. Спасибо. Несмотря на почтенный возраст, Виктор Николаевич помнит все до мелочей. Каждый свой день пребывания в секретном подразделении. И до сих пор чувство гордости за подвиг военных разведчиков не покидает его. Нашей доблестной Родины, нашей России, спасибо вам, дорогие ребята, за то, что вы уважили меня. Вот о награждении, которое я из вас рук, как говорится. Я вас благодарю и низко кланяюсь о том, что вы почитаете наших добрых ветеранов войны, участников, десантников наших доблестных войск нашей страны. Большое спасибо вам. Военные разведчики, десантники – это элита российской армии. Эти мужчины обладают такими качествами, которые помогали и помогают выполнять сложнейшие задания, будь то во время Великой Отечественной войны, будь то в наши дни. В первую очередь физическая подготовка, сдержанность, дисциплина, как еще сказать, чувство локтя. Там, ну, так не бывало, что как-то один в поле не воин, там это особенно ярко, да, как бы ощущается. То есть постоянная поддержка товарищей, трудную минуту. Ну, десантный дух. То есть вот этим и отличается старыми традициями. Сохранять и уважать традиции, которые были заложены нынешними ветеранами еще 50-60 лет назад, стремятся сегодняшние десантники и общественные организации, созданные ими. Первое – это для поддержки военнослужащих Воздушно-национальных войск, вообще ветеранов всех войн, всех локальных конфликтов, и вообще ветеранов вооруженных сил, ветеранов ВДВ, соответственно, спецназа. Также для, скажем так, развития военно-периодического воспитания среди молодежи. То есть целью организации является подготовка молодежи к службе в Воздушно-национальных войсках, то есть проведение спортивных мероприятий. Ну, сейчас вообще проводится в стране, скажем так, политика, то, что будут восстанавливаться спортивные аэроклубы, то есть будет восстанавливаться подготовка десантников в аэроклубах. Вот, соответственно, этим занимается наша организация. Поддерживать ветеранов, уделять внимание, которое так необходимо старикам, молодому поколению разведчиков и десантников, удаётся. Кроме этого, Виктор Николаевич получил особое приглашение в штаб ВДВ к генералу Владимиру Шаманову. Эта встреча намечена на 8 мая 2012-го. Затем Виктор Покровский примет участие в параде победы на Красной площади. Я думаю, что мы вместе с вами сумеем быть у этого замечательного, как говорится, генерала нашей страны. Поэтому я даю согласие и очень рад и благодарен вам за то, что вы ходатайствуете перед высшим начальством нашей страны воздушно-десантных войск с генерал-лейтенантом, чтобы встретиться. Я давно мечтаю.